Добро пожаловать на информативный эфир по продукции. Такий эфир у нас будет проходить с вами каждую пятницу. Сегодня эфир посвящен гирлаковой системе, а именно гирлаковым базам. Очень много вопросов задаются в директ по поводу того, какой материал лучше использовать, а для каких ногтей, а вот эта база для чего лучше, а с чем ее туда-сюда и тролли-вали напитать. То есть очень много вопросов именно по гирлакам, а вот этим ногтям, как их лучше, а для чего вот эта база, подойдет ли эта база для этого, этого и сего. То есть для того, чтобы у вас было место, где вы могли зайти, посмотреть подробно про все материалы, я буду, пока весь каталог именно по моделированию не пройду. Ну тут в принципе гирлаковая система и гелевая система. Потом еще проведу эфир по совмещению. То есть сегодня у нас эфир посвящен гирлаковым базам. Напишите, пожалуйста, тему «Разбор гирлаковой системы». И я прикреплю комментарий. Вот, в следующую пятницу проведем эфир по гелям, по гелевой системе, все их разберем. И потом еще проведем эфир по совмещению. И таким образом, когда у вас будут какие-то вопросы по материалам, по моделированию, по скульптуре, вы сможете зайти, посмотреть, пересмотреть эфир и на все свои вопросы найти ответы. Напишите, пожалуйста, тему «Разбор гирлаковой системы». И мы начнем. На самом деле линейка расширяется. Линейка гирлаковая системы компании Эми расширяется и будет расширяться. То есть еще будут базы выпускаться. Их будет много. Возможно, вот особенно девочек, которые только начали работать с продукцией или только отучились и вообще еще не знакомы. Спасибо большое. Кто только отучился или кто только начал обучение? И, конечно же, очень сложно посмотреть на обилие гирлаковых баз, подумать, господи, а что вообще, к чему и какую лучше взять? Вот часто пишут. Сохраню эфир обязательно. Часто вопросы задают. Какую лучше взять базу? Какую лучше взять базу? Я, как мастер с многолетним стажем, как преподаватель, могу 100% с уверенностью сказать, что одной какой-то базой вы не обойдетесь. Так как и одним гелем вы не обойдетесь. Вот такая фраза уже банальная, наверное, но я ее еще расскажу, пожалуй. У профессионала, чем отличается от мастер-профессионал и мастер-непрофессионал? Тем, что у мастера, непрофессионал, у него одна кисточка и одна баночка, а у профессионала у него сотня баночек и сотня кисточек. И он подбирает технологию индивидуально каждому клиенту. Вот мне писала одна девочка на прошлом эфире, говорит, у меня на 10 пальцах могут быть там разные системы у клиента. Ну, 10 это, конечно, образно, как сказала, это понятно, но бывает такое, что может быть несколько, и три вида материала совмещатся в одном моделировании. Чтобы быть именно специалистом, грамотным, который грамотно подбирает, консультирует клиента, грамотно подбирает технологию, специалиста, у которого все клиенты ходят месяц с ногтями. Все. Неважно, какие у него влажные, сухие, возрастные, перепиленные, микронихи у него, вниз растущие, трамплины, там куча-куча всяких еще возможных вариантов. Независимо от того, с каким исходником клиент пришел, у такого мастера всегда будет ходить клиентом ты недели, месяц. Вот эти вот, знаете, фразочки, типа, да у нее такие ногти, да у нее нормальные ногти, просто нужно было индивидуально подойти к решению вопроса. Вот и все. Нет таких ногтей, ну, я не считаю гипергидроз, который вот конкретный гипергидроз, это когда вот течет прямо из ногтей, и гирлак собирается каплями. У меня спрашивают там, а есть ли гипергидроз? Давайте по чесноку. Не вот это вот, а если бы у бабушки был бы, она была бы дедушкой, да? За мой многолетний опыт работы в салоне, через меня проходили тысячи клиентов, мне не встречался ни разу, ни разу. За, ну, 11 лет, 13 лет у меня стаж, ну, 7 лет пускай я проработала в салоне с клиентом, за 7 лет мне ни разу не встретился клиент с гипергидрозом. Вот какой процент того, что у вас он встретится? Ну, какой-то там. Ну, один к вам такой придет когда-то клиент. Но с гипергидрозом, конечно же, нужно идти решать проблему внутреннюю. Там что-то с организмом не то, там можно только лаком просто покрыть, там даже гирлак не держится. И почему-то многие гипергидрозом называют влажную ногтевую пластину. Влажная ногтевая пластина – это влажная ногтевая пластина. А гипергидроз – это когда вы наносите гирлак на пластину, а он вот так каплями собирается. Он не присоединяется даже. Поэтому не путаем. Не считая гипергидроз, любому клиенту можно подобрать технологию, при которой он будет ходить 3 недели-месяц. Подбор формы, подбор длины, грамотная консультация, подбор материалов. Все грамотно выполнено по технологии с соблюдением всех правил и 100% результат. Если клиент не ходит, он постоянно ломает, у него постоянно отслаиваются, он ходит на переделки, надо срочно что-то делать. Это хорошо, что клиент возвращается. Он возвращается к вам на переделки, а не уходит за угол. То есть, скорее всего, в 80% случаев, даже 90%, дело в мастере, в технологии. И даже не в материале. То есть, там, скорее всего, неправильно подобранная технология. Вот. Я ввела это к тому, что чем больше вы знаете материалов, тем больше у вас знаний в голове по тому, какой материал, каким ногтям, какой ногтевой пластине, в каком случае лучше подходит, тем больше вероятность того, что сложному клиенту вы сможете подобрать вот эту самую спасительную технологию. Понимаете? Ой, слушайте, а сегодня не у Кати случайный эфир в 12? Нет? Интересно. Кто-нибудь знает у Кати, когда эфир творческий в клубе? А то я сейчас опять тут ей испорчу всю малину. Девочки, напишите кто-нибудь. Вот. Поэтому нужно уметь разбираться в материалах и знать биохимию акрилатов, и знать бирлаковую гелевую систему. Я вот прям начну. Ну что, нет? Никто не знает? Очень хорошо понимаю. Никто не знает? У Кати нет эфира? Вчера был, если не ошибаюсь. О, все, отлично. А то я в прошлый раз несанкционированно вышла, мне в одном бюро пишет. А у вас в среду эфир с Катей, если был? Угу, все отлично. Мы сегодня с вами разберем гель-лаковую систему. Я, конечно же, вот вам честно скажу, я всегда пропагандирую только то, что сама, то, что сама верю, то, что сама испытала и 350 раз проверила. Я мастер-классик. Если я делаю гель-лаковую систему, то только в совмещении с гелем или акригелем. Понимаете? Но когда я работала в салоне, я делала чистый гель-лак, но очень редко. Очень редко. Ну, как-то знала, что 100% клиента, у этого клиента, Аня, она уехала. Хорошо. 100% у клиента это проносится. Поэтому вот следующий эфир, когда будет по гелям, он мне будет, конечно, роднее. Но я все знаю про гель-лаки. И 100% можно и гель-лаком сделать так, чтобы клиент долго носил. Просто нужно грамотно подобрать. Тем более, что сейчас последние выходы новинок, например, все знают файбербазу, это тот гель-лак, который стоит. Стоит на мягких ногтях, стоит на слабых ногтях. То есть давайте вот честно, вот сейчас буду говорить как есть. Базы классические, медиум, макси, что у нас еще есть, твинни базы, они будут стоять на нормальных и хороших ногтях. И у клиентов, которые очень аккуратно носят. То есть любая гель-лаковая база, честно скажу, любая, неважно какая, если она мягкая, пористая, обыкновенная, классическая растворимая база, она будет стоять только у клиента, который умеет носить гель-лак, и когда у него хорошие ногти. Нормальные и хорошие. Если у клиента слабые, тонкие, перепиленные, куча всяких-всяких, скручиваются, и клиент при этом бешеный, как я. Знаете, которые ногтями, и ногти это орудие просто труда. Вместо там тяпки, мотыги, не знаю, скребка какого-то не будет носиться вода. Ну вот, у меня вот здесь просто элементарная проверка. У меня вот на этой руке, быстро, мне срочно нужно было, я улетала в Ростов, говорю, девочки, быстро мне перекройте базой, мне что поломались ногти, я их спилила, все быстро перекройте базой, мне надо лететь. Мне девочки перекрыли, и в итоге, вот все, у меня все отслоилось по торцу. То есть по кутикуле все идеально, по кутикуле все идеально стоит, потому что гель-лаковая база по кутикуле стоит классно. Я поэтому именно люблю совмещение, когда гель на свободном крае, а гель-лаковая база от кутикулы. По кутикуле ни одной отслойки, вообще. У меня в принципе нет с этим проблем, у меня хорошо стоит и гель, и гель-лаковая свободный край, потому что я им вот так вот шкребу, я пластину для стемпинга ногтем чистила, и со стола отшкребала, конечно же, мне все отслоилось, но мягкая база, понимаете, пористый, мягкий материал, он гнется, он гнется вместе с ногтем, ноготь скручивается, отслаивается, и база скручивается, и вот эти все ногти в трубочку, ужасные, отвратительные, которые потом только срезать, и наращивать заново. Когда мы делаем гелем, запечатывание, там, или укрепление акригель, вот здесь я сделала себе вторую руку, тут, кстати, уже стемпинг, это спойлер, спойлер, вот здесь у меня уже стемпинг и шармиконы, но он очень крутой, под низом градиент неоновый, а сверху стемпинг, и еще шармиконы, вот, я сняла ролик, уже смонтировала, чуть позже выложу к выходу стемпинг пластины курса, вот здесь я сделала себе акригель на свободный край, выровняла форму акригелем, или гелем, можно сделать красивую, вот эти уголки выровнять, четкий квадрат, параллель, ну, цар скажи, вот, и смоделировала от кутипулы уже базой, вот тогда, да, вот это, это для меня система, когда у меня ногти, вот я их не могу согнуть, а вот это вот, ну, это не для меня, и так клиенты многие, но файбербаза, файбербаза, она реально крутая, она прям стоит, поэтому, девочки, вот к чему я вообще всегда это все веду, даже вот у меня есть девочки, мастера-резиденты, которые не наращивают и не работают гелем, я их заставляю учиться, потому что мастера, который не умеет работать гелевыми системами, классическими жесткими гелем, акрикелем, у него очень узкий круг клиентов, понимаете, но тогда она не сделала клиенту, а у нее гель-лак плохо носится, ну, это я, допустим, пришла, а девочка делает только гель-лак, не пилит, не наращивает, гелем не работает, я села, она мне сделала гель-лак, он у меня скололся, а она не делает гель, все, я ушла к другой, у меня была такая история, когда я только что пришла работать в бьюти-комплекс, вот эту историю я рассказываю всегда всем своим ученикам, и всегда, когда курсы вела, группы очные, всегда рассказывала сразу вот эту историю, говорю, смотрите, вот просто пример, пришла ко мне клиентка, она, я была новеньким мастером, я только пришла работать в бьюти-комплекс, но у меня уже был опыт 3 года, и я делала и запечатку, и наращивание, там уже и пайпы, и арки, то есть уже как бы такой полноценный мастер, но еще вот без вот этой вот базы в голове, знаний, когда я могу грамотно оперировать фразами, клиенту правильно рассказать, почему вот так вот, то есть довести его до нужного мне выбора, она пришла ко мне, я смотрю, у нее свежий гель-лак, вот как будто неделька только, как будто неделька, насчет жестких баз, все хорошо, сейчас разберемся, как будто только неделька у нее отросла, вот так вот, но по свободному краю, вот прям гель-лак прям сколок с поверхности, мне гель-лак, я такая, а вижу, что вот, ну неделя прошла, такая, ну хорошо, делаю ей гель-лак, это такая клиентка еще попалась, которая возвращается, ей делают, у нее не держится, она возвращается, потому что у клиента виноват всегда мастер, понимаете, ну хотя это так и есть, если честно, что бы вы там не говорили, она приходит опять через полторы недели, я такая в шоке, говорю, а я начала гель-лак, кстати, делать только, когда пришла в бьюти-комплекс, я до этого работала только гелем, у нее опять скололось, я говорю, давайте мы с вами попробуем жесткую систему, говорю, будет выглядеть точно так же, тонко, все красиво будет, только носить будете месяц, она такая, что значит жесткую систему, а что это такое, я говорю, я вам сделала вот запечатывание гелем, сверху смоделирую, чуть-чуть, говорю, опилю, визуально будет то же самое, по времени то же самое, только будете ходить долго и забудете вообще, что такое сколы, то есть, и она мне рассказала потом, что она ходила к мастеру, у нас была девочка, которая делала педикюр и маникюр только с гель-лаком, вообще гелем не работала, и она мне рассказала, что она к ней ходит два года, она говорит, в лучшем случае у меня держался гель-лак две недели, это насколько человек просто из-за лояльный, что он два года ходил, она говорит, максимум две недели, и она ходила переделывать каждые полторы-две недели гель-лак, а девочка, она не могла ей ничего больше предложить, понимаете, и не додумалась отправить ее к другому мастеру, но ты видишь, что ты не вывозишь, ну, то есть, ну, и буду делать, ходи каждые полторы недели, ну, ты же деньги платишь, хер с тобой ходи, то есть, представляете, какая история, и я вот тогда поняла, как важно уметь работать всеми материалами, и важно человеку объяснять, и говорить, то есть, она даже не знала, что существует гель, она не то, чтобы не хотела его, она не знала, что он в принципе существует, и что ногти можно месяц носить, когда она пришла ко мне, я думала, она пропала, месяц ее нет, она пришла ко мне через месяц, там, с неделя, с чем-то, такая, короче, она ко мне ходила все года, сколько работала в бюти-комплексе, и каждую, вот, каждую процедуру, представляете, насколько попала ее в ее потребность, она еще такая, женщина, вот, не знаю, 45, и она такая, очень активная, она все делает руками, она такая, там у нее магазин свой, она на машине ездит, тут внук у нее, там что-то, ну вот, по ней видно, она вот вся вот такая, конечно, у нее этот гель-лак, он сгорает просто на руках, и она каждый раз, приходя ко мне на процедуру, садилась и говорила, Аня, ну как же мне с тобой повезло, ну почему же я столько лет мучилась, поэтому, кто не умеет наращивать, идем наращивать, так, я заговорилась, как насчет жестких бас, вот, насчет жестких бас, сейчас буду рассказывать, и почему, даже если вы работаете гель-лаком, вам нужно уметь пилить обязательно, и нужно знать архитектуру, а архитектуру и опил проходят на курсе моделирование, вот, тут все, круг замкнулся, без моделировки вообще никуда, поэтому, идем учиться, все, у меня еще елочные украшения висят, как вам еще такая история, некогда мне было убрать, покажу вам поближе свои ногти, это у меня снизу градиент эмпасты, просто такой тяп-ляп, сверху стемпинг и еще шармиконы, вот, это у меня убитая рука, это вот гель-лак, тут как бы не формы уже, все скрутилось, а это у меня акригель и фабербаза, смотрите, какой четкий квадрат, во-первых, все ровно, даже короткие ногти, но они чисто выполнены, ну, то есть, сама себя покажет, скажите, пожалуйста, обязательно ли делать подложку и жидкой базы, если основное покрытие, база-медиум, нет, не обязательно, если вы покрываете базой-медиум, делать подложку и жидкой базы, не обязательно, жидкую базу используйте тогда, когда у клиента очень слабые ногти, спасибо большое за комплименты, итак, начнем, прямо вот сначала, с самого, я вот, знаете, как разделяю даже, вот прозрачные базы, да, которые основные, Бейс Гель, это первая база, классическая гель-лаковая, она самая высокоадгезивная, то есть, у нее самая высокая адгезия, и самая низкая вязкость, она подходит идеально для протезирования при унихолизисе, она подходит для укрепления коротких, коротких ногтей, то есть, если вы работаете гель-лаком, и укрепляете короткие ноготули, то можно воспользоваться базой, потому что она жестенькая, она реально, вот если ей не только как подложку ее использовать, а укреплять ей короткие ногти, она стоит вообще круто, она потому что жесткая самая, вы даже можете проверить это, как бы элементарным способом, как проверяется жесткость баз, берете вот такую пленочку, вот такую пленочку, любую, и на эту пленочку, во-первых, она низко вязкая, видите, да, что она вот наносит, и она сразу растекается, ну вот она сразу раз, и потекла, то есть, это не низкая вязкость, она самая жиденькая, из всех вообще, которые есть, ой, вот сейчас мы ее чуть-чуть, вот так растечем, и поставим посушить, по две минутки, и рядышком потом капнем медиум базу, я это к чему говорю, чтобы вы понимали, каким ногтям, какую базу выбрать, если ногти мягкие, слабые, то выбираем всегда жесткие базы, если ногти мягкие, такие вот прям тряпочки, гнутся, ну прям хреновый, не берите, пожалуйста, твинья, она мягенькая все-таки, не берите медиум базу, берите либо хард, либо файбер базу, если это короткие ногти, можете взять жидкую классическую, если длинные ногти, слабые, базу жидкую, только как подложку, запомните, у нее очень сильная адгезивная функция, за счет того, что она жиденькая, она очень глубоко проникает в верхние слои ногтевой пластины, сделает очень сильную сцепку, если длинные, слабые ногти, ну как длинные уже от подушечки, там 2 миллиметра, это уже как бы длина, значит эту базу мы используем как подложку, чтобы сильную адгезию создать, жидкую базу, и как моделирование, уже можно либо хард базу, вот так прям, либо файбербрас, прям делайте скрин и подписывайте себе, вот если слабые ногти, вот мы сейчас вот так вот сделаем, слабые ногти, вот слабые ногти, это первый слой, это база жидкая, да, и потом либо хард базу, либо файбербазу, любую, это я просто как пример, да, смотрите, теперь момент, чем отличается хард база от файбербазы, от любой другой, тем, что хард база это самая жесткая база из всей системы, из всей линейки, и ее нельзя моделировать тонко, хард база, она похожа на гелевую систему, она очень жесткая, хард базу можно выкладывать только в полноценный слой, если выложите ее очень тонко, она треснет по боковым линиям и сколется с торца, то есть если обычная база, гель-лаковая, которая съемная, чем отличается еще хард база, она несъемная, ее жидкостью не растворите, если все другие вы жидкостью растворите, это значит, что они пористые, хард базу вы не растворите жидкостью, и именно поэтому она жесткая, ее нельзя тонко моделировать, она при нагрузке треснет, а базы, которые растворимы, они гибкие, понимаете, даже если ноготь согнулся, он согнулся и обратно вернулся, с хард базой, если тонко, может треснуть, поэтому если вы не умеете моделировать, не умеете пилить, и не знаете параметры архитектуры, искусственных ногтей, не берите хард базу, могут быть проблемы, берите лучше файбер тогда, если понимаете, что такое моделирование, можете взять и хард базу, так, вот давайте, вот мы нанесли здесь, и вот так можете все проверять, видите, она прям стянула, и нанесем рядом медиум базу, она уже более вязкая, видно ее даже при нанесении, то есть если та база, она жидкая база, она прям вот капельку ставишь, она потекла, то медиум база, она такая вот, более густая, ставим, соответственно, база Макси будет еще гуще, она будет еще гуще, в каком случае используем базу Макси, базу медиум, медиум, она, почему она и медиум, она средней консистенции, для таких, для средней длины ногтей, там полторы, единичка полторы, и ей в одну каплю удобно моделировать, для коротких ногтей, вот Макси база не очень хорошо подходит, потому что она густоватая, Макси база, она подходит для длинных плоских ногтей, это когда, вот смотрите, вот ноготь плоский, вот такой, и нам нужно смоделировать в одну каплю полноценный продольный изгиб, жидкой базой вам нужно будет 10 капель сюда нанести, чтобы смоделировать изгиб продольный, а Макси базой можно сделать в один слой, это плоские ногти, плоские, плоские, натуральные ногти, это Макси база, да, но смотрите, она тоже жестенькая, но если очень плохие, слабые, прям очень плохие, то все-таки либо Хард база, либо Файб, но это мы уже разобрали, то есть если нормальные плоские ногти, это база Макси, если средняя длина, если средняя длина, можно медиум использовать, вот для коротких, например, для коротких, Макси база, Макси, для коротких не подходит, неудобно будет просто моделировать, вы не сможете, тоненько, она у вас будет некомфортно раскладываться, а для длинных само то. Вот я медиум базу, да, но вот я беру, нажимаю, она у меня амортизирует, сжимается. И жидкая база, она гораздо, гораздо туже. Упала, 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 то есть база жидкая, она самая жесткая, то есть самая жесткая это жидкая, ну а медиум, Макси, они практически одинаковые, только разные повязкости. Так, про жидкую рассказала. Низкая вязкость, очень высокая адгезия, используем, если самостоятельное укрепление, то только на короткие ногти, прям вот коротенькие, коротенькие ногти, и, допустим, не сильно плоские, а нормальные, когда нужно смоделировать в такую вот тоненькую каплю. А когда еще можно моделировать жидкой базой? Когда вниз растущие ногти, такие выпуклые, и вы их коротко подпиливаете, и вам нужно их укрепить. Вот тоже жидкая база подходит, потому что Макси база вы наложите вот такой вот еще слой сверху, и будут толстые, а жидкая база как раз в этом случае хорошо подходит. Итак, подведем итог. Слабые ногти это это жидкая база плюс хард база или плюс файбер база. Если моделирующий вы мастер, то берите хард, ну, либо файбер. Если не моделирующий, не понимаете архитектуры, как отпилить форму потом, то лучше берите файбер базу. Ну, любую, они все, в принципе, одинаковые. Медиум Макси, это вот, смотрите, есть вот поклонники медиум Макси базы, которым нравится прям вот ими работать. Почему большая линейка для того, чтобы вы выбрать могли, какая вам нравится больше. Я вот прям поклонник файбер базы. Вот все, я поняла, что это моя любовь. Это моя любовь. Я вот медиум Макси, я ими практически не работаю. Есть девочки, которым очень нравятся они, и они умеют ими работать, ну, отлично, все вообще хорошо. У меня в арсенале, вот если я работала сейчас с клиентами, у меня была бы жидкая база и все файбер базы бы у меня были. Потому что файбер база у нее в чем плюс? Она подходит и для слабых ногтей, и для неслабых. То есть она на всех ногтях стоит хорошо. Дальше. Твини. Твини. Твини, во-первых, из-за счет того, в чем плюс твини базы. Сейчас. В чем плюс твини базы. Сейчас я открою. Аккуратно, то мне надо нажать свернуть. Твини база и база эс-бейс это база для быстрого маникюра, но они отличаются. Не путайте, пожалуйста, твини базу и базу эс-бейс. Они абсолютно разные по свойствам, по носкости, по работе. Не путайте. Это вообще у них разные структуры. Твини гель за счет того, что там есть пигмент, есть блесточки, я под эти базы всегда рекомендую, ну и так и есть, наносить жидкую базу всегда. Под твини базы наносите жиденькую, чтобы усилить адгезию. И на длинные ногти, на длинные натуральные ногти не моделируйте чисто ей. Если вам нравится цвет, они очень красивые. Это скоростной маникюр, когда не нужно покрывать цветом. Здесь и блесточки, и шиммер. Ну это прям шикардос. Смотрите, как с ними грамотно и правильно работать. Первый слой мы наносим жидкую базу для усиления адгезии. Затем мы моделируем первую каплю, чтобы наполнить ноготь цветом твини базу. Первый слой это жидкая база. Первый слой тонкий. Тонко-тонко жидкую базу. Затем для того, чтобы цветом наполнить выкладываем твини. Второй слой. И смотрите, твини она гибкая. И чтобы укрепить ноготь и он не гнулся, нанесите хардбазу. Третий слой. Вот в этом случае хардбазу можно наносить тоненьким слоем, как перетяжку сверху. И тогда это будет система вообще очень крутая. У вас и цвет будет красивый, но твини он дает и оттенок, и шиммер, и блестки, и все есть. А хардбаза, она дает укрепление еще дополнительное. Это адгезия, это цвет, это укрепление дополнительное. То есть в этом, вот в таком комплекте это будет еще бенч. Дальше, по поводу S-Base. Писали тоже вопросы, тоже нужно уметь грамотно работать. Написано в описании, что S-Base не нуждается в подложке базы жидкой дополнительной, но 100% вам как со своего опыта могу сказать, что если ногти хреновые, вот прям хреновые, наносите все-таки жидкую базу. Вот как адгезив, наносите жидкую базу 100%, если ногти плохие, а S-Base она жесткая база, понимаете, она жесткая и на слабых ногтях может где-то отслоиться. На хороших, на нормальных будет стоять 100%. Так, дальше по поводу консистенции. Я бы, знаете, как сказала, что S-Base база для опытных мастеров. Она средней вязкости, для меня она идеальная в консистенции. Я очень люблю работать такими вот жидковатыми базами, не густыми. Я скоростной мастер, мне нужно, чтобы быстро, я лучше нанесу в два слоя. Просто, если вы работаете с длинным ногтем, наносите в два слоя. Первой капелькой, как мы работаем с такими базами. Первой капелькой вы заполняете продольный изгиб, вот здесь, кутикули на нет сводите, да, и перетягиваете торец. Вторым словом, вы когда переворачиваете, у вас стекает все в центр, и вот здесь голенькие остаются боковые линии. И второй каплей вы перетягиваете, если нужно, дополняете продольный и стягиваете в боковые линии базу, наполняете ее. Не старайтесь вот такими базами, тоже как твинни, вот как эсбейс, не старайтесь ими в одну каплю самоделировать длинную ногтевую пластину. Ну, понятное дело, что все затечет, перетечет, и вы ровный продольный изгиб не сформируете. Двумя каплями вы время здесь совершенно не теряете. Вы делаете красивую, аккуратную архитектуру. Понимаете? И если вы очень-очень слабые ногти, наносите просто жидкую базу как первый слой. Все. База охренительная на самом деле. Она жесткая. Она не гнется с ней ноготь, в трубочку не сворачивается. Она не резиновая. Вот, например, медиум, она такая как резиновая. Для тех, кто любит такую каучуковую больше, резиновую базу. А эсбейс, она жесткая. И у нее свободный край, даже если ноготь длинный, будет выдерживать нагрузку на свободный край. Она не будет гнуться. Просто нужно уметь моделировать. Не мажьте тонким слоем. Не достаточно просто помазать, вот так перевернуть, подержать и лампу поставить, потом сверху топом покрыть. Все. До свидос. Нет. Вот эти все боковые линии, ребра жесткости, они в Африке ребра жесткости. Если ноготь уже там полторы единицы от свободного края, нельзя, чтобы вот здесь он был прозрачным и тонким. Неважно, чем вы моделируете. Базой эсбейс, хард-базой, файбер-базой, гелем, акригелем, неважно чем, материалом полимерным. Вот здесь должна быть толщина 0,5. Вот здесь должна быть толщина 0,5. Если у вас будет тонко вот тут и тонко вот тут, он либо треснет, либо сколется со свободным. И неважно, какой материал. Хоть он там, не знаю, золотой. Здесь дело в архитектуре. И не ленитесь пилить. Я даже короткие ногти не понимаю без опила. Не может быть идеальных ногтей без опила. Вот запомните это. Поэтому пилить нужно уметь. Эсбейс очень крутые, но всегда под них нужно жидкую, каким бы ногтем ни было. Используем жидкую. Жидкая база, она в любом случае нужна, понимаете? Вот. Поговорили про базу. Все разные. Выберите для себя удобную. Вот есть, я как мастер, я люблю файбербазы. И я бы имела бы вот твини, эсбейс обязательно и жидкую, чтобы клиент, когда пришел, нужно быстренько сделать. Раз-раз смоделировала. Даже вот эсбейс базу смоделировала, шермиконы приклеила, все, но готовый дизайн. Вот это вообще тоже прелесть для тех, кто любит нежнятинку. В файбербазе тоже крутые оттенки. То есть, чем больше у вас вариантов скульптурных баз, тем больше возможностей подобрать клиенту вот именно то, что он хочет. И как бы по по ситуации. Дальше поехали. И теперь вот поговорили мы про базы с вами. Да, что если слабые ногти, то нужна жесткая база. Это либо хард, либо файбербаза. если короткие ноготуленькие, то мне нравится укрепление просто нашей жидкой базы в две капли. Просто она очень крутая, она жесткая, у нее адгезия вообще бешеная. Но опять-таки в одну каплю не делайте, в две, потому что вот здесь будет очень голо и тонко. Потому что вы делаете как, помазали, каплю поставили, распределили, перевернули и посушили. Все, вот отсюда стекло, все, здесь все голенькое, не пойдет. Второй капелькой обязательно наполняем боковые линии и наполняем свободный край. А супербонд можно сделать укрепление? Нет. Супербонд это гелевая база, нерастворимая, ей укрепление делать нельзя. Про гелевую систему расскажу в следующую пятницу. Хотя я рассказываю каждый раз, чем отличается база гель-лака от базы гель-лака. Но не буду сейчас вас спутывать опять. Потому что пишите мне в директ, что вы путаетесь в материалах, их много. Я специально делаю эфиры такие, чтобы у вас была возможность зайти и разобраться в материалах. Все, базы разобрали. Теперь давайте, если слабые ногти, жидкая база и жесткая база, да, если ногти длинные и плоские, помните, берем базу погуще, это либо медиум, либо файбер база. Если короткие, ноготуленькие, то тоже можно и файбер, но жидкая база, ей удобнее просто, короткие. Она вот в декапельке идеальна, там бафиком чуть пополировали и все шикарно. Если хотите работать с хард базой, учитесь моделировать, если вы не умеете. Если вы моделирующий мастер, умеете наращивать и пилить, у вас с этим все вообще круто, то файбер базой тоже, ну как бы работаете, ее просто нужно выкладывать как гель, ну и опиливать соответственно тоже. Но она крутая, она единственная из баз нерастворимая. И S-Base тоже, запомнили, да? S-Base база для опытных мастеров. S-Base нужно в две капли обязательно, S-Base жесткая, ее практически всегда нужно попилить. Поэтому это база для таких вот, знаете, которые 100% знают, что делают. Если вы новичок, если вы новичок, прям совсем вот только начинаете в помощь вам жидкая база и файбербаза, пока для вас этого будет достаточно. Даже если сделаете ошибку, чуть тонковато где-то выложите, за счет волокон в файбербазе она простоит. Вот как-нибудь простоит, хотя бы там не отвалится. Давайте теперь топы разберем. Я не взяла специально топ с липким слоем. Я, честно говоря, не работаю. Есть девочки, для чего его оставили вообще в линейке? Потому что есть девочки, которые фанатеют от топов с липким слоем. Им комфортно работать, они их любят. Я тоже раньше не понимала вообще, что такое топ без липкости. В смысле? А что, он херово носится? Получается. для любителей топ. А вообще вот три топа основных и под чесноку по-хорошему все три у вас должны быть. Ни без одного я, например, обойтись не могу. Объясняю, почему. Как файбербаза при снятии? Файбербаза хорошо растворяется. Все базы растворяются, кроме харк-базы. Потому что она нерастворимая, не пористая. У нее молекулы не раскрыты. Туда не проникает жидкость. Все остальные раскрыты. Итак, топ Текласс и топ Ультрашайд. Это два топа без остаточной липкости. Вот здесь сейчас будут загвоздочки, пока этот уберем. Вы многие не понимаете, чем они отличаются и в каком случае какое лучше использовать. Вот сейчас объясню. Топ Текласс опять-таки здесь просто два. Два значения. Топ Текласс растворимый гель-лаковый топ, гель-лаковый пористый топ, Ультрашайн нерастворимый, супер глянцевый, я его даже называю стеклянный топ. Если вы гель-лаковый мастер и вы не работаете гелем и просто моделируете в одну капельку без опила и не наращивайте, в общем, не моделируйте. Вам топ Текласс. Почему? Потому что топ Текласс он мягкий, гибкий. И даже если вы смоделировали ногти, которые у вас гнутся, ну вот сгинаются, да, вы смоделировали гель-лаком, а он вот так при нажатии гнется свободный край, то только топ Текласс. Потому что он будет вместе со всей скульптурой у вас вот так вот двигаться. Если вы смоделируете тонко ногти так, что они у вас будут гнуться и покроете их ультрашайном, ультрашайн вот так при сгинании свободного края может треснуть и дать сеточку. Почему? Потому что ультрашайн стеклянный. У него супер блеск, он супер блесит, он не пачкается вообще в отличие от Текласса, Текласс может пачкаться, потому что он пористый. Он не пачкается, но он стеклянный. То есть его мы наносим только на хорошо смоделированные ногти, неважно, чем гель-лаком или гелем, на те, которые не сгибаются, на те, у которых есть толщина торца и которые не гнутся. Вот вы их сгибаете, вот как у меня, давайте сейчас перчатку сниму, вот у меня здесь акригель и файбербаза. Вот я беру, нажимаю, вот он, вот как бы я на него, как бы я на него не нажала, он не гнется. Он твердый. Вот на такое моделирование, при этом у меня тонкий торец, смотрите, при таком моделировании я могу использовать ультрашайн. Если ногти гнутся, сейчас вторую перчатку покажу, вот смотрите, вот прям у меня прям показательные руки, вот смотрите, видите, если вот так ногти сгибаются, то тогда ультрашайн нельзя. Он при вот таком сгибании, вот так при сгибании может трескаться, только топ-техласс. Топ-техласс как топ можно использовать, как финиш. Просушка обязательная две минуты, не меньше. Если вы не досушите топ-техласс, он будет очень сильно пачкаться, и не будет хорошо блестеть. После полимеризации, вытаскивая из лампы любой топ, 30 секунд даем ему остыть, прежде чем вообще трогаем его руками. Если любой топ, ну, ультрашайн еще нет, если Т-класс просушить одну минуту или даже две минуты и достать из лампы и вот так поставить сразу отпечаток, он и останется. Все топы, любые, после полимеризации в лампе нужно им дать время подышать, буквально 30 секунд, пока они остынут, только потом трогать руками, только потом наносить масло на кутикулу и там растирать его. На топ Т-класс мы клеим также шермиконы, он может быть как промежуточный, так и топ. То есть, вот я, допустим, нанесла его на стемпинг, приклеила шермикон и сверху еще раз им же покрыла как финишем, да? Но в моем случае я Т-класс нанесла, приклеила шермикон и ультрашайном перекрыла, потому что ультрашайн это вообще бомбезно, но только не нагнущиеся ногти. Если вы делаете белый френч, рисованный, выкладной, неважно, используйте как топ ультрашайн, он белым у вас останется в течение месяца, полутора, сколько клиент ходит. Топ Т-класс за счет того, что он мягче, чем ультрашайн, он зацарапываться может, то есть вот если ультрашайн, он меньше подвержен царапинам, вот если вот так потереть, взять ногти и об стол их вот так потереть, то топ Т-класс быстрее зацарапается, они быстрее станут матовыми. Ультрашайн, так как он стеклянный, он меньше зацарапывается и не пачкается на белых оттенках. Думаю, вы запомнили. Топ Т-класс сколько минут сушить? Топ Т-класс две минуты. Если лампа уже поработавшая прям там годик ей, то сушите, пожалуйста, три минуты. У меня Т-класс не затирается, отлично блестит, Т-класс хороший. Если хорошо просушить, хорошо блестит, но ультрашайн все лучше. Спасибо большое. Т-класс затирается быстро. Затирается быстро, смотря как использовать, опять-таки, вот как носит клиент, как он их эксплуатирует. Поэтому учить, просто хорошо моделируйте так, чтобы ногти не гнулись и имейте два топа в арсенале. И Т-класс и ультрашайн. Топ Т-класс это промежуточный топ, ультрашайн как топ, можно, ну хотя Т-класс как топ все используют и у всех классно носится, но когда клиент ненормальный и носит ногти по полтора месяца, то ультрашайн больше, дольше проносит, дольше выдержит эти нагрузки. Топ Т-класс он до месяца, до трех недель все будет классно, после трех недель все равно затрется и станет таким матоватым. А ультрашайный больше месяца проходит. Поэтому если гель делаете, гелевую систему, то лучше все-таки ультрашайным покрывать. И теперь по поводу вельвет топ геля. Ну это как бы отдельная история. Топ шикарный, шикарного качества. Просто запомните, пожалуйста, что все матовые топы, не важно Эми, не Эми, какие угодно вы не возьмите, они все будут пачкаться. Ни один топ матовый, ни одного нет топа матового, который не будет пачкаться. Допустим, если я возьму в куркуму вот так вот пальцы засуну и потру, и все. Или голову покрашу и помою вот после окрашивания голову прям без перчаток. Нет такого топа, который не запачкается. Матовый именно. Но они делятся на те, которые пачкаются и вытираются, и на те, которые пачкаются, но их хрен вытришь. Вот наш топ Эми, его можно очистить легко, только сразу. Если запачкали, сразу взяли там какой-то лосьон или очищающий спрей, вот хорошо очищающим спреем мне нравится очищать. И очистили. Он сразу хорошо вытирается. Даже если белый цвет, он вытрется, и будет белый идеально. что нужно помнить? Почему они все пачкаются? Потому что это топы пористые. Если мы возьмем, нанесем топ матовый, вельвет, на типсу и увеличим под микроскопом, мы увидим вот такую вот губку. Знаете, как вот взять губку от посуды и ее под микроскопом, хотя не надо просто посмотреть на нее. Вот под микроскопом только вельвет будет вот такой. И любой топ матовый будет такой, потому что создается вот этот бархатистый эффект именно за счет пористости молекул. За счет того, что он пористый. Поэтому он вот такой бархатистый. И соответственно, за счет того, что он пористый, в него впитываются все окружающие цвета. Он пачкается, затирается быстрее, потому что он самый мягкий. Матовые топы, они самые мягкие. Поэтому матовый топ нужно уметь носить клиентам. Нужно объяснять, что матовый топ это не глянцевый, он пористый, он мягкий, он быстрее затирается. Носите его аккуратно, Если вы любите И очищайте, если он пачкается Сразу, либо потом сильно впитается И уже не вытрите И сушите его тоже 2-3 минуты Например, Катя Мирошниченко Она идеально ходит с матовым топом Ни одной царапины, ни одного скола У меня через 3 дня уже, все хана Поэтому здесь много факторов Топ классный Просто знайте, что все топы пачкаются И обязательно нужно его очищать И сушить не меньше 3 минут Все И чтобы прям круто носился Если нужно, там, месяц клиент ходит И хочет на Шармиконный На трехслойный дизайн, матовый топ Нанесите сначала слайдер топ А потом топ-вельвет И тогда будет носиться вообще шикарно Так, я думаю, что мы с вами Сегодня много поговорили Будет каша, если в голове эфир Можете пересматривать Потому что я его сохраню, безусловно Да, и еще раз подводя итог Хочу сказать Что Неважно, чем вы моделируете Неважно, какие ногти у клиента Главное, как вы это делаете Блин, ну это правда Вот это вот правда Чистая, чистейшая правда Поэтому Учитесь моделировать Изучайте материалы Умеете делать как можно больше технологий Как можно больше совмещений И будет вам счастье Не работайте чем-то одним Не Будьте таким вот мастером Максимально универсалом И будет вообще у вас все Все-все зашибись Хорошо? Так Вопросы сейчас почитаю Почему Текласс желтеет? Ну и столько пачкается А так он не желтеет Сам по себе При носке Текласс не желтеет Это возможно Пачкается он чем-то У меня было такое Что вот девочка Делали ей текласс Она у нее была привычка Руки в карманы засовывать В джинсах И у нее он стал вот таким Как будто грязным Он пачкается А у нее от джинс просто Он пачкался И такое тоже бывает У меня клиенты Все работяшки Огороды и посуды Вот У меня тоже таких клиентов Было много Что можно сказать За обычные Камуфлирующие базы Кстати я забыла за них Обычные Камуфлирующие базы Они очень похожи На базу медиум Вот они по составу Примерно такие же Просто цвета другие С появлением Файбер базы Честно говорю Я за камуфлирующие Даже и забыла Просто настолько Крутая Милк И настолько Крутая Натурал пинг База Что вообще Никаких больше Цветов не нужно Почему нельзя Утрошайным Перекрывать декор Почему нельзя Можно У меня Текласс Растекается Лужа Только у ультрашай Единственный минус Что его нельзя Слой на слой То есть если Текласс Можно два слоя Подряд нанести То у ультрашайна Нет Потому что он стеклянный У него слой на слой Не присоединяется Такая фишка Есть Берет наносится На липкость И можно И на липкость Можно И на Опиленный ноготь Вообще Не вопрос Да Одиннадцатая Любовь моя Мне еще нравится Двенадцатая база Она тоже Очень крутая То есть Тут 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 Все Абсолютно Индивидуально Вот мне Двенадцатая Мне нравится И цвет И консистенция Она самая Такая Более вязкая И у нее Вот этот цвет Такой розово Молочно Полупрозрачный Вообще Очень крутой цвет Классный И пятерка Мне очень сильно нравится Ну а остальные Вот на любителя цвета И как бы К разной Ногтевой пластины Они будут подходить Но самые такие Универсальные Пятерка Она самая универсальная На мой взгляд И шестерка еще Вот И двенадцатая Вот если скамуфлируешь Пятерка Шестерка И двенадцатая Прям классные Вот У меня двенадцатая В тренде Да У нее очень крутой цвет Как вязкость Файбербаза Файбербаза По вязкости Она отличается От всех остальных Она Как бы Когда ее достаете Вот Я Покажу даже Вы ее когда достаете Она вот кажется Что такая Как будто тянется И за счет того Что там Эти волокна Стекловолокна Попадаются Но когда вы выкладываете На ноготь Она идеально выравнивается Она идеально выравнивается Она не ложится Вот такими вот Муграми Так что все Вообще кайф А по поводу Камуфлирующих баз Еще забыла сказать Камуфлирующие базы Я рекомендую Жидкую базу Использовать За счет того Что в них пигменты Вообще базы Которые цветные Все На слабые ногти Рекомендуется Наносить Первым слоем Жидкую базу За счет пигмента Они более жесткими Становятся На нормальных ногтях Будет стоять Любая база Без жидкой Вот сто процентов Если ногти Какашечные То лучше Нанесите жидкую базу Себя перестрахуйте Я вообще Знаете Такой Великий страховщик Я все Всегда Наносила Жидкую базу Первым слоем Всегда Вообще Не важно Какие у нее ногти Потому что Фиг его знает Когда их носит Не нанесу Ничего страшного От меня не убудет Там Три минуты времени Вообще Нигде Меня не тарахтели У меня все есть И каждому клиенту Свой подход Правильно Все Фабербаза Ваша жесткая Она жесткая Достаточно жесткая Можно на любую длину Вот прям даже На тройку Будет носиться Если конечно Смоделировать хорошо За счет стекловолокна У нее вот эта жесткость Есть Плюс она реально Вот прям крутая Да Текла сможет отдавать Желтизну на белом Сразу после просушки Но когда остынет То желтый пропадает Да Сразу видно Человек Все знает Спасибо за обзор Получается Все базы Использовать К ним подложку Не Все Не хочу повторять Если очень мягкую Камуфлирующую базу Поставить С укреплением Свободного края Композит На бешеных ногтях Как думаете База Вы же здесь Очень мягкую Между Ману Да Если вы Укрепляете Свободный край Композитом Натурал композит Или Софтпинг Жили Или акригелем На свободный край Выкладываете У меня к стеофиров Очень много Есть по совмещению Посмотрите А сверху Перетягивайте Любой базой Хоть камуфлирующая Хоть медиум Хоть макси Будет стоять Вот так Очень круто А стекло не летает Приопили Файберваза Нет Не летает Совершенно Не летает Там Настолько Маленькие Эти частички И Когда вы Работаете Гель-лаком Вы не пилите Столько Как гелем Если у вас Очень большой Опил при гель-лаке Иначе нужно Меньше Выкладывать Аккуратно Чтобы только Снять блеск С поверхности А не пилить Так Чтобы у вас там И пыль летела Вместе с этим Стекловолокном Очень хочу Научиться работать Изи-уан гель Не поддается Мне Не поддается Возьмите другой Господи Какие вопросы Можно Вопрос Не по теме Бонд База Для слабых Супер Бонд База Для возрастных Ногтей Можно Использовать Вашу Файбербазу Без подошки Можно 100% Можно У нее Очень хорошая Адгезия Спасибо Аня Подскажите Почему У меня Текла С лужицами Растекается Даже Если Бафлю Брак Может Была Как-то Партия Одна Может Она вам Попалась У нее Был Там Недостаток Если Он есть Поменяйте Отнесите Где Бравильно Поменяют Вот Все Пожалуй Мы с вами Закончили Мы с вами Сегодня Сделали Обзор Баз Гель Лаковых В следующий Раз В следующую Пятницу Он будет По пятницам В следующую Пятницу Будет Эфир По гелевой Системе Постараюсь В один Эфир Уложиться Я еще Поговорила И говорила Опять Но Всего Час После Эфира Обязательно Выложу Ссылку На Эми Шоп Напомню Что Не Забывайте Пользоваться Моим Промо Кодом На Скидку Если Покупаете На Эми Шоп Водите Промо Код И у вас Будет Скидка 12% Постоянная Независимо То Сколько Раз Вы Используете Хоть Каждый День Вводите Аня Где Взять Шаблоны Для Печати Картины Как У вас В салоне С Разлитым Лаком Не знаю Нам Делали Дизайнеры И Попробуйте Написать Если Вы Салон Партнер Попробуйте Написать Эми Офишл Борд Что Я Такие Вопросы Я могу Их Решить Но Это Не Мои Компетенции Спасибо Огромное Любую Спасибо Вам Девочки Вот Так что Все Закончили Мы С вами В следующий Вторник У нас Будет С вами Опять Эфир По Моделированию Так что Спешите Для тех Кто Планирует Обучаться Я еще По курсам Чуть Скажу Есть Очень Много Онлайн Курсов Есть У меня Сейчас Веду И повышение Офлайн У меня Сейчас Уже Запись Закрыта До Апреля Я Не Беру Учеников На Офлайн Обучение Все Забило Все Забило И Даже Много Наверное Ну Че Вот Есть Курс Скорость У меня Там Есть Все Техники И совмещения В том Числе Есть Маленькие Курсы По Повышению Квалификации Если Хотите Научиться Пилить Есть Прям Отдельно Курс Моделирования Сапилом Есть Базового Моделирования Где Все Есть Просто Вера Мирошниченко Можете Зайти В шапку Профиля У меня По ссылке И там Есть Перечень Курсов Посмотреть Программки Если Вас Какие Курсы Интересуют Вы Не Знаете Какой Курс Взять Понимаете Что Где-то Есть Затыки Но Что Нужно Вы Не Понимаете Напишите Мне В Пока